Президент Казахстана готовит решение по проблеме закредитованности казахстанцев. На встрече с общественностью новой области ЖИТСУ Касымжомар Тукаев отметил, что вопрос его очень волнует. Население должно банкам более 11 триллионов тенге, из которых больше половины потребительские кредиты. Другими словами, люди берут в долг не только мебель и технику, но и продукты. Как вытащить граждан из долговой ямы, выясняла Светлана Султангиреева. Жизнь в кредиты и рассрочку для жительницы Актау уже суровая реальность. Около 70% от дохода уходит на погашение займов. Казахстанка не показывает своего лица. Говорит, стыдится такого положения. Хотя среди ее знакомых нет человека без долгов. Хотела бы жить без кредитов, но сейчас в нынешней ситуации в нашей стране это невозможно. Это практически невозможно. С нашими ценами, цены вообще бешеные, цены на все сейчас растут. Даже на продукты. Даже я, например, вот бывает так, что я даже продукты покупаю в рассрочку. А у вас есть конспират? Да, есть. А часто берут люди продукты в рассрочку? Да. Да. Сколько примерно процентов есть в соотношении? Ну, 50%. Точно. О том, что люди уже вынуждены питаться в кредиты, в целом, закредитованность населения вызвала обеспокоенность президента. На встрече с общественностью области ЖТСУ, Касым Жумар Тукаев сообщил, что готовит предложение по решению проблемы. Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально погрязают в долгах. Эта проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу. Напомню, в 2019 году за счет государства полумиллиону казахстанцев списали безалоговые займы на сумму до 300 тысяч тенге. Сейчас готовится норма по банкротству физических лиц. Тем временем экономисты уверены, проблему можно решить в первую очередь, повысив уровень дохода казахстанцев. На мой взгляд, банкротство физических лиц не решает кардинальных проблем за кредитованность населения. Оно будет порождать и социальные, и экономические последствия. Как можно решить проблему за кредитованность? Необходимо создавать рабочие места, оплачиваемые рабочие места. По данным экономиста, только за первое полугодие сумма кредитов в Казахстане достигла 11 триллионов тенге, 6,5 из которых – это именно потребительские займы. Светлана Султангирева, Бахадур Жумадил, Astana Times, Актау.